Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Даже если средневековый воин носит прочный сет брони, дающий плюс 30 к защите, его все равно могли убить. Рассказываем как даже самая дорогая и плотная броня имела щели на стыках и слабые места, особенно в суставах. Тонкое острое оружие, такое как мизерикордия, кинжал милосердия, могло легко проскользнуть, в эти щели и нанести значительный урон. При должном усилии оно могло пробить и железо. В начале 16 века в Италии появился стилет тонкий кинжал, который использовался специально для поражения защищенных противников. Его лезвие могло пройти между чешуйками панциря или кольцами кольчуги, а также в отверстие для глаз. Острое и тонкое лезвие также использовалось для поражения незащищенных участков в подмышках и паху. Тяжелую броню хоть и тяжело было разрубить скользящим ударом меча, от тупых ударов и сотрясений она почти не защищала. Всего несколько сильных ударов булавой или молотом приводили к серьезным травмам, таким как ушибы и переломы. Поваленный на землю рыцарь, какие бы хорошие доспехи на нем не были, становился беззащитным. Дорогая броня защищала по-своему, рыцарей, носивших тяжелые доспехи, действительно убивали реже. Правда, происходило это не из-за лучшей защиты. Считалось, что воины в хорошей броне богаты. Поэтому таких ценных рыцарей старались взять живьем, чтобы использовать их для обмена или потребовать выкуп.